И высокий гость прибыл в Одессу, один из самых значимых иерархов православной церкви, патриарх Александрийский Феодор. Он молится за мир в Украине, за единство православия и принимает участие в праздновании памяти святого Кукша Одесского. В четверг вечером в сослужении с митрополитом Агафангелом он провел молебен в Спасо-Преображенском кафедральном соборе. Благословение получили более полутысячи прихожан. Чтобы вам сказать, оставайтесь в православной веке. Менете στην καнонική εκκλησία. Ο апостолος, ο Патриархис Петрус, τον πρώτο αιώνα, είναι εσχизμένο το χειτόνα του Χριστού. Αυτός ο χειτόνας μένει ματωμένος τόσους αιώνες. Γι' αυτό το χειτόνα της Ορθοδοξίας κρατήσετε το μέσα στις καρδιές σας. Στην ιστορία της Εκκλησίας μας είχαμε δύσκολα χρόνια. Όμως στην Ουκρανία, σε αυτή την ευλογημένη ορθόδοξη χώρα υπάρχει η κανοϊκή εκκλησία. Υπάρχει ο μακαριότατος αδελφός μας, ο Νούφριος, ένας ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, ένας πραγματικός μονακός. Μetztров motif человечек, ένας πραγματικός μοναדalystς, μουσ 굉장φετο διεν όλα τα Τ Plaza γη. Η πραγματικός μοναδικό μισлав να συνεχίσουμε στο δικό και την κατάω λοιπόν με την δύο χρήστος nogle κατάσαρ pits. Χριστομευμένο κατάς μας σε εξ souha glo dermPlug χρισnym κατάσ continuing το κατάσταρισμα χρισ 새도록 να μας σε κατάσταρ explo Δ Barrη. из самых продолжительных титулов среди всех остальных предстоятелей поместных церквей. И вот что необходимо заметить, одним из вот этих именований патриарха Александрийского являются следующие слова – Судья Вселенной. Именно ему, согласно древним апостольским правилам, древним правилам и канонам церкви, принадлежит власть рассуживать те или иные вопросы и несогласованности между всеми церквями. Патриарх Феодор – единственный из всех православных иерархов, носит титул Папы. Он является верховным судьей православия и рассматривает апелляции на решение патриархов. Предстоятель второй в дипсихе православной церкви Александрийской имеет прямое отношение к Одессе. Около 50 лет назад он изучал историю искусств, литературу и философию в Одесском университете, позже служил в Свято-Троицком храме на Екатерининской. Для одесситов один из самых уважаемых иерархов православия – гость долгождан. Блаженнейший Феодор – это действительно тот человек, который знает хорошо обычаи и традиции Одессы, Украины, потому что он служил в одном из храмов. И я видел, как его одесситы встречают. С любовью это искренне было. А для нас, еще для юристов, это особо имеет значение, потому что блаженнейший Феодор – он главный судья православия. Ведь все жалобы, которые возникают в православии, рассматриваются именно им. В пятницу утром Александрийский патриарх Феодор совершил божественную литургию в Свято-Троицком соборе. На службу пришли сотни прихожан. Мы так счастливы за сегодняшний день, что нас ждут прекрасные встречи. И мы просто ждем всего самого хорошего. И надеемся, что в нашей Украине будет мир, радость, улыбки и любовь между людьми. Это человек, который много лет здесь и в Одессе бывал, и именно с этим храмом связана история его тоже. Так что это очень радостное и волнующее для всех нас событие. Совершив богослужение в соборе, патриарх Феодор прибыл с визитом в Одесскую юридическую академию в ВУЗ с сильными православными традициями. Здесь действует единственный в Украине студенческий храм святой мученицы Татьяны. Также президент ВУЗа Сергей Кивалов инициировал и завершает строительство общеобразовательной церковно-приходской школы на академической. Для патриарха провели экскурсию по ВУЗу. С большим интересом он посетил учебные корпуса. Особенно его впечатлил уникальный музей редких изданий. Я уже привел к той тюрьме в тюрьме. У меня были и другие альфографии. И другие альфографии, и другие альфографии. Это наши президенты принимают присягу. Да, тоже у меня, патриархи. Да, да. Сегодня я был очень удивлен, и для меня это было находкой в моей жизни увидеть такой красивый университет. Благодаря владыке митрополиту Агафаневу Одесскому. Потому что только из-за того, что он пригласил, я могу все это видеть. Встречал патриарха весь профессорско-преподавательский состав ВУЗа и сотни студентов. Для Академии визит высокого гостя, события эпохами. Для нас это огромная честь. Для нас это событие, которое останется не на десятилетия, а, наверное, на столетия. Ученый Совет Университета единогласно принял решение присвоить блаженнейшему высокое звание почетного доктора Гонориус Кауза. Вот это наивысший знак признания Национального университета Одесской юридической академии. Я вас с этим поздравляю. А в то время, в то время, в то время, имя пана Пола Одесситов. Для меня это, в первую очередь, что я теперь уже Одессит. И это для меня великой награда, чтобы я видел, что могу сделать от Университета в Александре и для Университета в Одессе. Потому что это будет большая помощь для будущего Африки. Спасибо вам большое. Вернетесь ли вы сюда еще? Буду скоро. Скоро. Обязательно. Будете посвящать. Потому что это моя родина, это мой город. Я Университ. Частливые пути все вам. Дай Бог здоровья, успехов и самый-самый счастливый день православный. Почетного звания доктора Гонориус Кауза в разное время удостаивались выдающиеся священнослужители. Митрополит Киевский и все Украины Владимир, а также митрополит Одесский и измаильский Агафангел. К 20-летию Академии Нацбанк Украины специально выпустил памятные медали. Их президент ВУЗа вручил Феодору и всем членам прибывшей делегации. Предстоятель Александрийской Церкви и президент Юрокадемии достигли договоренности о сотрудничестве Одесского ВУЗа и Александрийского университета. Его трудами и заботами был построен университет в Александрии. И он пригласил нас, руководство университета, меня лично посетить этот университет для того, чтобы сделать обмен студентами. Это очень хорошее предложение. Также Блаженнейший Феодор пообещал посетить открытие первой в Украине общеобразовательной церковно-приходской школы. Я настолько благодарен Богу, настолько благодарен Блаженнейшему, что Он нашел время вот быть здесь, быть вместе с нами здесь. И знаете, мы получили благословение на подготовку хороших специалистов. Мы и я лично получил благословение продолжать строительство церковно-приходской школы, общеобразовательной школы. Мы никого так не встречали, как сегодня встречали нашего патриарха Александрийского. Настолько он интересен в разговоре. И вы знаете, чувствуется, что он искренне любит Одессу. В памяти о своем визите патриарх Александрийский оставил запись в книге почетных гостей Одесской юрокадемии. И в пятницу вечером патриарх Александрийский и всея Африки прибыл в Свято-Успенский мужской монастырь. На 16-й станции Большого фонтана его встречали сотни православных верующих. Патриарх благословил всех, кто пожелал прикоснуться к его святейшеству. Богослужения в Свято-Успенском мужском монастыре посетили несколько сотен человек. Вместе они помолились за мир в Украине и за единство православной церкви. Субтитры создавал DimaTorzok